Здравствуйте, в эфире актуальное интервью. В эти дни мы подводим итоги проекта ГТРК «Самара. Маяк. Мы вместе» в течение почти двух месяцев теле- и радиоэфире секретами семейного счастья, творческими успехами и деловыми советами делились эксперты. Все это происходит в день рождения Самарского маяка, который перешагнул 14-ю годовщину. Его знаменитые позывные продолжают звучать над волжскими просторами и оставаться, наверное, самыми узнаваемыми для сотен тысяч наших земляков, да и не только. Но поговорим мы сегодня не только и даже не столько об этом. Радио в большом холдинге ВГТРК – лишь один из ресурсов, доносящий до слушателя достоверную, проверенную и точную информацию. Но о бурлящем водовороте событий крайне непросто отличить правду от фейка или, проще говоря, просто от лжи, у которой в современной действительности есть свой автор-сценарий, есть режиссер, исполнитель, а порой и бюджет, сопоставимый с производством художественного фильма, если требуется исказить факты в масштабах области или даже страны. Чаще подвержены влиянию хорошо спланированной информационной провокации наши юные граждане, для которых интернет является основным источником новостей. На какие вопросы сегодня хотят получить ответы представители молодого поколения, мы спросим у заместителя генерального директора, руководителя регионального департамента ВГТРК, председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, и председателя общественного совета при Министерстве цифрового развития связей и массовых коммуникаций Минцифры России Рифата Сабитова. Рифата Благопович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня у вас была авторская встреча со студентами Государственного университета. Отрадно, что на нее пришли не только наши будущие коллеги, но также пришли и пиар-специалисты, и инженеры, люди, которые, в общем-то, заинтересованы, действительно заинтересованы в завтрашнем дне о том, как его развивать, как мы будем жить, в том числе и с вами, да, благодаря этим молодым ребятам, которые сегодня сидят, собственно говоря, за партами. Два часа шла встреча, вопросы были самые разные. Я видел эту встречу, я видел эмоциональный отклик, и в том числе мне показалось, что и вам эта встреча была крайне интересна. Задам вопрос вот так. Что интересного почерпнули, в первую очередь, вы для себя? Потому что потом в интервью вы сказали, что вы не только слушали вопросы, но и, скорее всего, даже сами были заинтригованы, заинтересованы тем, чем же живет сегодня молодое поколение. Что интересного почерпнули, и что возьмете, может быть, даже в работу дальнейшую? Ну, вы знаете, всегда интересно общаться с молодыми людьми. Сегодня я благодарен, конечно, общественной палате Самарской области, Павлу Александровичу Покровскому, Леониду Крылову, директору ГТРК «Самара», которые, собственно, были инициаторами этой встречи со студенческой молодежью. Аэрокосмического университета, Классического университета Самарского, там было 2 или 3 вуза, собственно, правильно отметили, не только гуманитарии, там люди, обучающиеся на технологические и технические специальности, тоже пришли в эту аудиторию. Вопросы были совершенно разные. Что такое телевидение, насколько оно важно, как его смотреть, как попасть в эту профессию, что важно для людей, рабочих в этой профессии, ну, масса-масса всего. Было очень интересно, и, конечно, мне, в первую очередь, было интересно понять настроение молодежи. Вот мы говорим, что там молодежь сейчас такая, ничем не интересуется, аморфная. Нет, абсолютно нет. Очень интересная аудитория, там было, говорят, около 600 человек, чуть даже больше, и встреча была, как мне говорят, там почти 3 часа, вы говорите, 2 часа. Я не заметил, как прилетело это время. Очень интересные, активные молодые люди. Главный, конечно, вопрос, как правильно обустроить свою жизнь, получив профессию после завершения обучения в университете. Ну, я высказал свою точку зрения. Это не значит, что она абсолютно, да, скажем, бескомпромиссна, ей надо следовать. Это вот я говорил просто на основе своего личного опыта, давал какие-то, может быть, советы, как старший товарищ. Мне просто интересно было еще раз почувствовать настроение, и, мне кажется, я уловил настроение этих людей. Потому что мне действительно было очень интересно, я не заметил, как прилетело время, и понял, что действительно молодежь у нас замечательная. Молодежь замечательная, и с такой молодежью не страшно вообще дальше жить и развивать нашу страну. Люди действительно вот неравнодушные, они задали вопросы, которые касаются не только Самарской области, а вообще нашей страны. Не безразличные люди. И люди, которые действительно хотят, чтобы страна процветала, развивалась, и чтобы, в общем, каждый смог реализовать свой потенциал, который ему от рождения дал Всевышнему. Ну, и вот мы пообщались, и как-то, наверное, и я для себя сделал определенные выводы, и ребята, наверное, что-то услышали. Мы очень на это надеемся. Знаете, как вопрос, вы не уставите повторять о том, что журналист, это человек, и в том числе и на этой встрече вы говорили о том, что это человек думающий, эрудированный, постоянно развивающийся, человек, который много читает и не забывает о том, что образование нужно продолжать в течение всей жизни. В результате человек умеет хорошо писать, доносить мысли, делать сюжеты, материалы, радиорепортажи, телевизионные репортажи. Но сегодня мы с вами живем в то время, когда новость – это одна фраза. Одна фраза, вброшенная где-то как-то, мы открыли смартфон, посмотрели, и вроде бы нам все остальное уже неинтересно. И вот, пользуясь случаем, ну, просто не могу не спросить, тогда какова же наша роль? Мы, я подразумеваю людей, которые, прежде чем вот вбрасывать в мир какую-то информацию, любую, даже, казалось бы, вот горячую новость, которая требует немедленной публикации, мы все равно ее проверяем, мы все равно стараемся выяснить, так ли это, где правда, где неправда. Как нам тогда в этой ситуации быть? Ну, это основа профессии, да, выдавать в широкое пространство для публики проверенную достоверную информацию. Ведь жизнь показывает так, если ты один-два раза что-то не так сказал, да, обманул ожидания слушателя и зрителя, в третий раз к тебе уже, наверное, к твоему ресурсу интерес потеряет публика, аудитория. А мы все-таки хотим, чтобы, да, у нас была постоянная и постоянно прирастающая аудитория. Все мы за это боремся, все, да, каналы, телевизионные, радиостанции, потому что в этом суть и смысл нашей профессии. Но, вы правильно сказали, там, да, журналист всегда должен немножко думать на шаг вперед, получая какую-то информацию, там, да, а что это и какие последствия за этим не последуют. То есть, это не просто там выдача информации, это некий, собственно, мини-микроанализ, а может быть дальше потом там серия программ, посвященных той или иной важной для общества теме. Поэтому, действительно, ну, вот нас так учили, замечательные наши учителя, и сегодня, собственно, это является основой профессии, которую везде и всюду развивает и поддерживает Олег Батюшевич Добродеев. Ну, тут не стыдно сказать, что человек, который создал, в общем, все новостные программы, и все, кто сегодня работает в профессии, новостной профессии, там, в информационном поле, это практически все ученики, выходцы, да, тех, кто воспитал и учил работать Добродеев. Мы можем этим гордиться, потому что он руководит нашим большим холдингом. И, конечно же, всегда он повторяет, ну, во-первых, там, да, работая в сложных условиях, в условиях боевых действий практически, наши военные корреспонденты рискуют жизнью. Всегда, значит, наш начальник говорит, да, ребята, ни один сюжет не стоит человеческой жизни. Поэтому, да, всегда надо беречь людей, надо, да, конечно, добиваться эксклюзива, надо там, да, из горячих точек тоже делать репортажи, эксклюзивные, оперативные, правдивые, но всегда повторяет, надо беречь людей, в первую очередь, потому что ни один сюжет не стоит человеческой жизни. И, конечно, любая информация, выдаваемая широкую, да, общественную плоскость, должна проверяться, потому что, ну, слово, оно ведь может породить, знаете, и настроение такое, и обратное, вызвать разную реакцию. Слово может и лечить, слово может и убить. Со словом надо очень аккуратно обращаться. Это тоже, в общем, основа профессии. Прежде чем что-то такое выдавать в эфир, даже вроде бы вы получили, казалось бы, из достоверного источника, лучше перепроверить. Потому что часто это бывает, если кто-то ошибся, сказав о событии, которого не было, и который имел совершенно другой обратный эффект. Выдернуть. Да, абсолютно, да. Из контекста выдернуть это может привести к, в общем, тяжелым последствиям. Поэтому всегда призываем всех наших коллег, и спасибо все, кто работает в нашем большом холдинге, от Камчатки до Калининграда, и, конечно, наши федеральные новостные службы. Они ведь заслужили такую, знаете, своим ежедневным самотрежным трудом, заслужили признание и доверие аудитории. Вот что самое важное. Какую роль тогда вот играет в обучении и формировании профессионалов отрасли современных медиа, как раз конвергенция вузов и ГТРК, я имею в виду в целом ГТРК, но и, конечно, в частности, в нашем регионе. Если мы говорим о создании именно профессионалов, в буквальном смысле этого слова. Ну, профильные вузы, они ведь учат о зампрофессии, там, да, работать с текстом, там, да, как-то монтировать, выдавать в эфир, поиск информации, сбор информации, верстка и так далее. Ну, всегда мы, в общем, да, практикуем и в нашем большом холдинге в Москве, и в наших региональных федералах практическую часть нашей работы. Мы стараемся приглашать студентов уже с 2-го, 3-го курса профильных вузов на практику, увлекать их в процесс. И те, кому интересно, они продолжают работать в профессии, учащие уже с колес. Вот здесь, в Самаре, там, да, много лет назад мы вместе с Самарским государственным университетом, с медиафакультетом создали практически действующий, можно сказать, факультет журналистики здесь, в ГТРК Самара. И это дает свой положительный результат. Это такая скамейка запасных и подготовка кадров. И многие люди, которые заканчивают вузы, из года в год, вот они пополняют нашу с вами замечательную телерадиокомпанию здесь, в Самаре. Приходят люди, которые уже к окончанию обучения в университете получают диплом и уже готовы прям прийти на работу. Готовы журналисты, потому что, повторюсь, они вовлекаются нами, с вами в процесс, я за это благодарен всему коллективу ГТРК Самара, со 2-го и далее курсов. Вы сегодня сказали, что российское телевидение самое интересное. Знаете, такой момент, мы как-то иногда очень привыкли что-то свое хаять и что-то чужое хвалить. Причем обидно другое, что мы не всегда знаем, а что там и как, но просто вот кто-то где-то сказал в тех же телеграм-каналах, мы говорим, вот у них все разнообразно, интересно, у нас как-то все вот одинаково и так далее. Вы как человек, который ни словами, ни какую-то информацию там черпали из непонятных источников, о которых видели все своими глазами. На основе чего все-таки вы сделали такое телевидение, что нам очень повезло, такой вывод, что нам очень повезло, что наше телевидение в России действительно самое разнообразное и интересное? Ну, это не то, что я сказал, я просто повторил оценку профессионалов, людей, которые стояли у истоков отечественной телевидения. Это, повторюсь еще раз, это Анатолий Григорьевич Лысенко, это Эдуард Михайлович Сагалаев, Олег Максимович Попцов. Люди, которые создавали отечественное телевидение, новые форматы придумывали. Ведь программа «Взгляд» там, да? Ну, вот, это молодежная редакция, гости Радио СССР, у истоков этой программы стояли и Лысенко, и Сагалаев, там, да? Программа «12 этаж», молодежная программа. Программа «Сегодня», сегодня на каждом телеканале федеральном, да и региональном, есть итоговая программа, подводящая информационную повестку, произошедшую итоговую за неделю в том или ином регионе и в стране, там, да? А ведь это когда-то придумал и родил Эдуард Михайлович Сагалаев, там, да? Программа «Сегодня» была, но и лично вёл. Вот такие форматы, которых в мире-то нет, наши придумали, и сегодня это существует и развивается, и имеет свою аудиторию, которая постоянно прирастает. О чём это говорит? Значит, эти программы востребованы и интересны. Если бы они были неинтересны, их бы никто не смотрел, доли рейтинга упали бы, они бы из сетки исчезли. Потом есть такие программы, которые, в общем, уже много десятилетий, на них уже выросли много поколений людей, советских, российских, «Спокойной ночи, малыши». Ну, уже, не знаю, шестой десяток этой программы есть, не больше, там, да? Там, «Что, где, когда», «КВН» тоже, там, да? Ну, много таких программ, которые придумали наши с вами предшественники, наши с вами коллеги, и продолжают придумывать. Ну, самое сложное, конечно, это идея, придумать что-то. Но, слава Богу, люди у нас творческие, много чего интересного придумают, разные новые форматы. Ведь, ну, это аксиома, что роль телевидения – это информирование, просвещение и развлечение аудитории. Вот три такие составляющие, они присутствуют на нашем отечественном телевидении со времен советской власти, и сегодня эти традиции продолжаются. Телевидение, правда, очень интересное. В нашем телевидении есть, знаете, такая душа. Люди, которые работают у нас с вами, вот я просто многих лично знаю, большие молодцы, большие профессионалы, они вкладывают свою душу в свою работу. Они, вот, не отрабатывают номер, там, да, прочитал новости и ушел. Ну, видны, как работают наши ребята в эфире, там, да, там, Эрнест Мацкевичис, там, Маша Ситтель, Игорь Кожевин, Женя Рожков. Ну, всех не перечислишь, и я прошу прощения, если я кого-то не назвал, все высокие профессионалы. Люди, которые, во-первых, прошли все, значит, пути развития, начиная от рядового корреспондента в поле, и достигли вот таких профессиональных высот, и они не останавливаются в своем развитии, и вкладывают в свою работу каждый день свою, вот, часть своей души, вот это самое главное. Поэтому эти программы такие интересные. Импонирует, как легко вы говорите, и просто, и очень искренне о тех вещах, довольно сложных, которые нам иногда приходится делать, я имею в виду профессиональные точки зрения, но это означает, что вот так легко воспринимает это зритель, это очень здорово. Мы, значит, добиваемся какого-то результата, когда человек смотрит, и действительно, и удовольствие получает, и информацию откровенно искренне получает. Наша главная задача, да, чтобы нас смотрели и слушали, чтобы нам верили. По поводу смотрели и слушали. Как я уже сказал, Самарскому маяку в 2024 году исполняется 14 лет. Маяку же, который мы слышали еще в своем детстве, да, 1 августа будет 60 лет. Не зря я сказал про эти позывные, которые и в поездах, и в самолетах, и где только мы их не слышали, они ассоциируются с чем-то добрым, светлым и достаточно ярким. Но вот такой вопрос. С учетом стремительно развивающихся технологий и способов доставки информации, мы уже говорили с вами, что сейчас информация это молния, да, которая пришла, ушла и все, больше мы вроде бы ничего не должны получать. Насколько вы видите, каким будет радио, ну, я не знаю, завтра, послезавтра, через 10 лет? Какое у него будущее? Вы знаете, наверное, такое же будущее, как, собственно, и у книг. Вот такое сравнение, да. Говорили, что вот электронная книга заменит печатную книгу. Молодежи это неинтересно, абсолютно нет. Много приходится общаться, к счастью, с молодежной аудиторией в разных форматах, в том числе и сегодня. Подтверждение моим словам – это то, что люди читают книги, молодые люди читают книги. Ровно так же и радио там. А ведь, ну, так устроен человек, ему всегда нужен собеседник. А в данном случае разговорный радио, радиомаяк и большие форматы на разные темы – это, в общем, собеседник. И тем более, сегодня технологии позволяют создавать интерактивные программы. Человек может позвонить в студию, задать вопрос, получить ответ. Участвовать в создании той или иной программы. И видеть. Конечно, и видеть – это отдельная история. Ну, тут, знаете, насчет видеть, у меня тут к этому большой скепсис. Все большие молодцы. А почему Ирифа там? Все большие, это мое личное мнение, вот как радиослушатель. Я очень люблю радио. Радио всегда загадка. Вот ты слушаешь голос такой, приятный, бархатный голос, там, женский, мужской. И представляешь, кто же там, вот, по ту сторону микрофона, что это за человек, как он выглядит, все, и создаешь себе некий образ. Который устраивает. Который тебя устраивает, твой мужского выстраивает. Да, 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 да. Интонации, голос, манера подачи материала. А потом ты встречаешь этого человека вживую, у меня такой был личный, у меня там, да, либо еще больше очаровываешься, говоришь, что произошло, либо вообще разочаровываешься, думаешь, я там думал, а тут все наоборот. Есть некая загадка, интрига, в этом вот суть радио. И радио, поэтому, такое волшебство, тайна, телевизор, там и картинка, и звук, там все вместе. Нет такой интриги, загадки, а здесь все-таки это есть, это присутствует. Особенно такой формат, вы, наверное, не помните уже, сейчас мы пытаемся с коллегами это возродить, театр микрофона. Когда вот делали радиоспектакли, там же тщательно, там же тщательно прописывался каждый звук, целая фонотека существовала. Набор скрипящей двери. Бывает тяжелая дверь, массивная так скрипит, там, да, бывает такая легкая сарайная дверь, набор там проезжающей машины, там, грузовик одно, там, легковая машина другое. И все достигалось инструментами, какими-то подручными. Как создавалось, и звукорежиссеры подбирали под каждое произведение, вот это вот там, да. Это магия вообще. Конечно. Да. А какие великие актеры читали, там, и читают стихи на радио. А какая замечательная была монопостановка в исполнении Владимира Высоцкого. Мартин Иден, Джека Лондона. Это вообще потрясающе. Кто не слышал, я просто вот рекомендую в интернете набрать Владимира Высоцкого. Модный спектакль Мартин Иден. Не буду говорить, но это просто, это вот верх искусства. Вот радиоискусство. Поэтому радио – это особая магия, это ни с чем не сравнимый мир, который тебя влечет, привлекает. Сколько было замечательных программ, сейчас вот все-таки история повторяется по спирали на другом этапе развития. Классическое радио, радио России, в том числе «Маяк». Эти форматы, уже адаптируя под требования нынешней аудитории, пытаются воспроизвести, воссоздать, но учитывая уже потребность нынешней аудитории. Конечно, это очень важно, это очень правильный путь. Вот я хотел Вас спросить, а можно ли Вы уже ответили на этот вопрос? Значит, можно. По крайней мере, попытаться и постараться вернуть аудиторию, которая будет получать искреннюю ту самую информацию, которую мы действительно потеряли за эти годы. Если говорить о специфике регионального радио, ну вот, предположим, о нашем юбилеаре, о нашем имениннике, я говорю о Самарском «Маяке», как Вы можете оценить работу нас, наших коллег? Вы большие молодцы, я очень горжусь, что коллектив ГТРК «Самара» в свое время эту идею поддержал, начать региональное вещание на «Маяке», правильно поняли концепцию федерального радио и строили, учитывая региональную специфику, местное региональное вещание. Традиции, культура, история, знаковые, знаменитые люди, которые сделали большой личный вклад в развитие страны, в развитие Самарской области. Это же всегда очень интересно. Мы должны их помнить, о них говорить. Целая плеяда великих художников, мастеров слова, театральных деятелей, писателей. Ради дела, земля Самарская. О них Вы рассказываете постоянно, как-то напоминаете аудиторию об этом. Рассказываете о том, что сегодня происходит в мире, культуры Самарской области. А здесь, слава Богу, есть о чем рассказать. Вот еще какую тему я бы хотел с Вами обсудить. Смотрите, обычно говорят, что есть федералы, которые дают большие новости, делают большие проекты, создают какие-то космические масштабы, которые смотрит вся страна. Вроде как регионалы – это немножечко другое, это чуть поменьше, чуть поскромнее и так далее. Но вот работая на ГТРК Самара, я убеждаюсь совершенно в обратном. Мне кажется, это в том числе благодаря Вам, потому что Вы верите в то, что регионы могут делать больше, чем кто-то где-то там думает и так далее. Это достаточно большие проекты марафонов, в том числе это новые форматы на радио и так далее. Вот эта вера в большие проекты, которые способны делать региональные компании, региональные телевидения, она откуда у Вас? Я Вам скажу одну очень простую вещь. Все, что происходит в мире, делает человек, правда? Конечно. В том числе и программы, телевизионные и радиопрограммы. Но предмет моей гордости, несмотря на то, что я родился, живу в Москве, я очень люблю нашу большую страну, так уж мне посчастливилось, что я практически большую часть своей жизни занимаюсь региональным телевидением. Спасибо за доверие моему руководству. Я веду для себя статистику и всегда с большой гордостью отмечаю, что на всех наших федеральных каналах, это касается не только холдинга ВГТРК, это все федеральные каналы, работает сегодня, а ВГТРК в частности, 87% людей, которые приехали из разных регионов Российской Федерации. Это талантливые, замечательные люди, которые действительно создают тот продукт, который интересен нашей аудитории. Поэтому им за это отдельное спасибо. Я бы никогда не разделял региональное, федеральное. Сегодня, честно говоря, даже вот доля телесмотрения, ведь это же тоже предмет нашей с вами гордости, коллективная работа. Огромное количество наших людей, от Камчатки до Калининграда, повторюсь, там 84 радиокомпании, 11 телоотделений, это огромная армия, которая делает такой продукт, который сегодня имеет долю телесмотрения выше всех вообще программ на всех каналах российского телевидения. Это предмет вот такого большого коллективного ответственного труда. О чем это говорит? Значит, люди работают профессионально, очень интересно, и аудитория им верит, доверяет, иначе, я говорю, люди давно бы отвернулись и не смотрели, какая там доля, какой рейтинг, если люди не способны делать интересный продукт. Вот в этом, собственно, и, наверное, ответ на ваш вопрос. ГТРК Самара часто становится базовой площадкой для создания больших всероссийских проектов. За это, безусловно, вам отдельное спасибо. Участвовать в них особая гордость, это абсолютно искренне. Такая вера в творческий коллектив ГТРК Самара. Я вам честно скажу, вот все наши коллеги, наши большие страны, работающие в наших региональных филиалов, достойны слов благодарности и признания от руководства. Это все время отмечает и Олег Борисович Добродеев, потому что сегодня вы видите, огромное количество новостей из разных регионов Российской Федерации появляется в федеральном эфире без солидарской правок. Просто вот там, да, сделайте, пожалуйста, сюжет, коллеги делают, и все берется. Это говорит о том, что нет уже разделения, это сделали корреспонденты регионального филиала и люди, работающие в федеральном эфире. То есть общими усилиями нашими с вами, при поддержке наших руководителей, конечно, мастерство растет. Мы не зря проводим фестивали, медиафорумы, обучающие семинары. Когда наши уважаемые коллеги из федерального центра приезжают в какой-то регион, я всегда прошу, чтобы они зашли в наш филиал, пообщались с коллегами, обменялись своим опытом. Это дает результат, и у нас в ВГТРК, слава богу, присутствует такой командный дух. Все друг друга поддерживают, друг другу помогают. Это тоже очень здорово. И обмениваются опытом. Если кто-то что-то придумал, какой-то новый формат, есть новые идеи, нет такого, чтобы я скрыл, этому не рассказал. А наоборот, этим опытом надо делиться, и мы это делаем, и это приносит свой результат. Это говорит о том, что у нас большая, дружная, профессиональная семья. Это, конечно, есть такая русская поговорка, такой в поп такой приход. Вот, это удалось создать Олега Борисовича Добродеева, который руководит нашим холдингом, который, в общем, если есть какие-то успехи, он их отмечает. Если есть какие-то недостатки, он тоже очень деликатно, мягко обращает на них внимание. Так что человек сделает выводы, но это не звучит там так менторски и как-то обидно, а просто абсолютно. А просто так, знаете, совет профессионала, старшего товарища, начальника, это очень ценно, потому что, когда человек сам много чего сделает в профессии, дает какие-то профессиональные советы людям, это служит только на пользу любому человеку. Все же отрадно, что именно наша компания часто становится неким таким примером, это действительно очень приятно. Да, ну, одна из таких крупнейших, старейших компаний с точки зрения, да, работы в эфире, Куйбышевской студии телевидения. Здесь много чего когда-то придумывалось, еще в советское время, здесь много чего начиналось интересного. И первые телевизионные все-таки сериалы, не будем забывать про это, здесь создавался «Тревожные ночи в Самаре». Сейчас сериалами никого не удивишь, а это ведь такое тяжелое производство. И новогодние гоньки здесь существовали в свое время, сейчас все это возродилось. Слава Богу, у нас есть круглосуточный телевизионный канал «Самара-24». Это тоже тяжелый, но очень востребованный, нужный труд, который, в общем, каждый день совершают наши работники, наши сотрудники здесь, в ГТРК «Самара». И это действительно отчасти, знаете, такой энтузиазм. Никто же их не заставляет. Вот когда мы придумываем какой-то фестиваль там, да, или какой-то марафон, ну, начинаем обсуждать. Все сразу включаются в эту работу. Никто не говорит, нет, зачем там, да, вот-вот, нам тяжело. А это тяжелый труд. Сделать телевизионный марафон, там, да, в который вовлечены все филиалы, и которые, в общем, рассказывают на ту или иную тему, заданную на этом марафоне, касаясь именно своего региона. И так, чтобы это, в общем, сшивалось и не было, знаете, таким рваным одеялом, а был такой единый телевизионный продукт, плавно перетекающий из одного в другое, и единая телевизионная картина – это тяжелый труд. И уже много лет, да, да, у нас есть компании, которые охотно берутся стать лидерами, сшивателями вот этого марафона. Но так случилось, что как-то вот все коллеги поверили в то, что «Самара» точно это сделает, не подведет. И когда мы начинаем говорить уже, а кто в этот раз, я даже вот не задаю вопрос там, да, а просто сами люди говорят, а кто в этот раз, и большинство говорят, а давайте попросим в Самару. Это говорит о том, что действительно люди как-то уже здесь вот заслужили доверие своих коллег. Это тоже дорого стоит. Спасибо, все, что я успеваю сказать. Спасибо большое нашим зрителям, спасибо большое. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо. Спасибо.